Необыкновенно теплый сентябрь подошел к концу. Чувствуется, что осень уже вступает в свои права. А это значит, что жители округа начинают ждать тепла в своих домах. Но прежде теплыми батареи станут в социальных объектах. В современном здании гимназии номер 2 на улице Заречной тепло в основном подается через систему вентиляции. Убедиться в том, что батареи теплые, напросились на урок химии. Заместитель директора по административно-хозяйственной части отмечает, что созданию комфортных условий в классах уделяется пристальное внимание со стороны педагогов и руководства учреждения. Всегда у нас придерживается температурного режима во всех классах. Когда нужно, на переменах мы обязательно проветриваем. Детям хорошо, тепло, уютно. В школах создание комфортных условий – это прежде всего залог успешного процесса обучения. Родители доверяют нам самое дорогое, что есть у них в жизни – своих детей. И мы в нашей гимназии стараемся сделать так, чтобы наше образовательное учреждение стало для ребят школой радости. С улыбчивыми, доброжелательными педагогами, с высокой квалификацией, с уютными, просторными кабинетами, в которых с сегодняшнего дня появилось тепло. Ребята очень рады, что они даже не заметили, что на улице похолодало, чувствуют себя очень комфортно. И так у нас бывает всегда. Огромное спасибо за то, что тепло было дано вовремя и в срок. В свою очередь мы обязуемся вести себя и учиться на отлично. Все вопросы, связанные со своевременностью, подачи тепла в социальные объекты, администрация нашего округа держит всегда на особом контроле. Сегодня в школах, детских садах и медицинских организациях уже тепло. А проверить, когда отопление включат в вашем доме, можно с помощью регионального сервиса «Карта коммунальных услуг МКД». Выбираем наш округ из выпадающего списка, указываем улицу и свой дом. Видим на экране дату начала включения отопления и полезные телефоны. Виктория Мельник, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.